Девочка моя, я подозреваю, что у Мануэля другая девушка. Почему он тебе больше не звонит, а? Hola amigos, сегодня мы с вами рассмотрим популярные испанские выражения с примерами. Si es muy importante. Поэтому оставайтесь со мной до конца видео и подписывайтесь на мой канал. Ну что, empecemos, начинаем. И первое выражение это hablar por los codos, si, говорить локтями. Что бы это значило? Это значит, hablar mucho, si, это означает говорить очень-очень много. Por ejemplo, no puedo hablar con mi suegra. Ella siempre habla por los codos. No puedo decir ni una palabra, eh. Я не могу разговаривать со свекровью, потому что она постоянно болтает. И я не могу даже вставить ни одного малюсенького словечка. Следующее выражение это tomar el pelo, si, то есть брать за волосы. Переводится это как смеяться над кем-то, да. Por ejemplo, no voy a hablar en inglés. Todo el mundo me tomará el pelo. Porque leo fatal, si. Я не буду разговаривать на английском. Весь мир будет надо мной смеяться, потому что я произношу слова fatal, si, ужасно. Si, поэтому все будут смеяться. Следующее выражение это morirse de risa, si, умирать со смеху, как в русском. Por ejemplo, me muero de risa cada vez cuando veo las películas de Jim Carrey, si. Por ejemplo, я умираю со смеху каждый раз, когда вижу фильм с Джимом Carrey, si. Следующее выражение это подозревать что-то, tener la mosca detrás de la oreja, иметь муху за ухом. Давайте посмотрим. Девочка моя, я подозреваю, что у Мануэля другая девушка. Почему он тебе больше не звонит, а? И быть крысой. Как вы думаете, что оно означает? Давайте посмотрим пример. Всегда находит отмазки. Ser un rollo, быть скукатище, si. А, aprender matemáticas es un rollo, si. Изучать математику, это такая скукати, no entiendo nada, я ничего не понимаю. Echar un cable означает помогать, si. Смотрим пример. No puedo aprender, como leer correctamente en inglés. Alguien puede echarme un cable? Да не этот кабель-то, рук помощи дайте. Следующее выражение. No tener pelos en la lengua, si. Не иметь волос на языке. Означает, что вы говорите все время прямо и все, что думаете, да? Волос на языке нет, да? Чего бы не сказать, все прямо. Поэтому, amigos, я могу сказать без волос на языке, que si. Tu eres muy buena persona. Amigo, я тебе говорю прямо, что ты очень хорошая persona, потому что досмотрел почти это видео до конца. Молодец. Следующее выражение с помощью двух пальцев, si. No tener dos dedos de frente, si. То есть, не иметь двух пальцев на лбу, si. Немножко быть туповатым, si. Un poquito imbécil, si. Дурачком. Mira, voy a ducharme con los auriculares puestos. ¿Eh? Ay, Dios mío. Tu no tienes dos dedos de frente. Господи, он будет купаться с наушниками в ушах. Он вообще дурачок у нас. Следующее выражение это упрекать. Echar en cara, si. Por ejemplo. Ella me echa en cara, que no estaba en su fiesta. Она меня упрекала, что я не была на ее fieste, да, на дне рождения каком-то. Потому что es un rollo. Потому что descojatele. Следующее выражение для чего-то такого скрытого, интересного, si. Aquí hay gato encerrado, si. Vamos a ver un ejemplo. Emanuel no me llama más. Pienso que aquí hay gato encerrado. Я чувствую, что здесь кот в мешке. Что-то он затеял. Надо разобраться. Говорить открыто, откровенно. За счет по-испански, как decir las cosas a la cara, si. Говорить в caro, в лицо. Ну, говорить прямо, да. Por ejemplo. Я такая persona, что я... Yo prefiero que me digas las cosas a la cara, ¿vale? Я такой человек, что ты мне можешь говорить все открыто. Все, что ты обо мне думаешь. Если не боишься. Ага. И следующее выражение это... Коко-ко, si. Acostarse con las gallinas, si. Ложиться спать с курами-петухами. Смотрим пример. Hombre, Manuel, te llamé anoche sobre las nueve, y tu madre me dijo que tu estabas dormido. Manuel, por qué te acostaste con las gallinas, eh? Manuel, я тебе вчера звонила около девяти часов вечера, и твоя мама сказала, что ты сладко спишь, si. В девять часов вечера. Manuel, почему ты ложишься спать с курами и петухами, eh? Я надеюсь, вам понравилось это видео, amigos. Обязательно поставьте лайк. И напишите мне, пожалуйста, в комментариях, хотите ли вы продолжение. Потому что испанских выражений очень много. Si, они все интересные и смешные некоторые, si. И также напишите мне в комментариях ваши любимые выражения, ¿vale? И подписывайтесь на канал, claro que sí. И нас vemos muy pronto. Adiós.